Доброго времени суток, дорогие друзья, слушатели и читатели ресурсов Ящика Ответов. Тема статьи «Счастливы те, кто безупречен в глазах Иеговы». Статья изучается на неделе с 12 по 18 декабря этого года и основана на стихе из Псалма 118.1 «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем». Наш разбор кардинально отличается от содержания статьи и по разъяснению поведения служителей Иеговы во время преследований, и по значению ступней и стукана, и по значению Гога, и по ожиданиям перехода свидетелей Иеговы через Армагеддон. Ну а кто предпочитает оригинал, тот легко его сможет найти на официальном сайте или прослушать на встречах собраний. И тексты, если не указаны иначе, мы, как обычно, будем приводить из Синодальной Библии. Начнем с перевода Псалма 118.1 «О счастье непорочных или безупречных», как его переводит Библия Нового Мира в Псалме 119.1. Среди потомков Адама безупречных нет, так как все мы несовершенны, согласно тексту из Римлянам 3.23, где написано, что все согрешили и лишены славы Божией. А еврейское слово, переведенное словом «безупречный», среди прочих, имеет и значение «полный», «целый», то есть «счастливы те, кто полностью предан Богу», кто предан Ему всем сердцем. И это возможно даже для небезупречных или несовершенных потомков Адама. А далее мы будем говорить о счастье тех, кто по словам Христа преследуется, подчеркиваю, за праведность. О ней говорил Христос в Матфея 5 главе с 10 по 12 стихи. То есть радоваться иметь смысл только в том случае, если нас преследуют несправедливо за послушание Иегове. В этом случае Бог рад стойкости нашей веры. А если нас преследуют за то, что мы поступаем неблагоразумно или неправильно, радоваться в этих случаях нечему. В подтверждение этих доводов можно открыть Матфея 10 главу 16-17 и 1 послание Петра 2 главу 19-20 стихи. Сегодня свидетели Иеговы запрещены более чем в 30 странах, поэтому многие наши братья и сестры сидят в тюрьмах. За что? Авторы статьи считают, что свидетели Иеговы не сделали ничего плохого и что власти к ним несправедливы. А мы на примере запрета свидетелей Иеговы в России рассмотрим, чем иногда могут быть вызваны запреты и почему не стоит обвинять власти этого мира в несправедливости. Под заголовок «Пример из прошлого» Преследование за послушание Иегове – это не новость. В I веке, например, верховные пастыри народа Иеговы преследовали тех служителей Иеговы, кто сам поверил в Иисуса Христа и побуждал к этому других, не соглашаясь с мнением, что Иисус – это отступник и богохульник. История о преследованиях записана в Иоанна 9 главе 22-24 и в Деянии 4 главе 19-20 стихах. Хотя правители народа Иеговы запрещали им говорить об Иисусе, но апостолы открыто объявляли им, что надо повиноваться больше Богу, нежели человеку. Их высекли, но они были счастливы, что пострадали за послушание Иегове. А эта история записана в Деянии 5 главе с 27 по 29 и с 40 по 42 стихи. В будущем, когда воскреснут два последних пророка, этот пример мужества апостолов может помочь и современным служителям Иеговы. Ведь тех из них, кто признает пророков, тоже, надо полагать, будут преследовать те пастыри современного народа Иеговы, кто отвергнет пророков, как это известно из Откровения 11 главы 12 и 13 стихов. То есть, принцип из Деяния 5 главы 29 стиха о большем повиновении Богу, нежели человеку, показан в Библии в связи с власть имущими в народе Иеговы. А применим ли этот принцип к мирским властям? О них говорится в Римлянам 13 главе 1 и Титу 3 главе 1 стихах. Об этом узнаем далее. Подзаголовок «высшие власти». В Библии мирские власти называются высшими властями. Им надо платить налоги, и они могут наказать за нарушение законов страны, где живут свидетели Иеговы. Откройте, пожалуйста, Римлянам 13 главу с 1 по 6 стихи. Из примера Понтия Пилата мы знаем, что мирские власти допущены Богом. Он хочет, чтобы даже этот мир приносил пользу его народу. Это записано в Исаии 60 главе 16 и в Иоанна 19 главе 11 стихах. Значит, в этом мире надо поддерживать порядок, чем и занимаются мирские власти. Хотя изначально понятно, что ожидать справедливости от власти мира дьявола неразумно. Однако Бог советует уважать эти власти и соблюдать их законы. В Луке 4.6 сообщается о властителе этого мира. Но что делать, если требования мирских правителей противоречат требованиям Иеговы? Например, если правитель заставляет участвовать в войне, запрещает проповедовать по домам, распространять Библию перевода нового мира и собираться два раза в неделю в залах царства свидетелей Иеговы? На примере России, где власти запрещают все это в реальности, давайте рассмотрим, что нужно делать служителям Иеговы, если они желают угождать Иегове. Так как мирские власти тоже представлены человеком, значит и в этом случае применим принцип издеяния 5 главы 29 стиха о большем повиновении Богу, нежели человеку. Но для начала нужно ясно отличать, какие требования властей противоречат требованиям Иеговы, а какие нет. Если власти России призывают брать оружие в руки и идти воевать в Украину, это явно нарушает принцип Иеговы, не убивай, не учись воевать, не используй плотское воинское оружие, так как оружие христианина – это слово Бога. Требования Бога в отношении войн записаны в Исайе 2 главе 4, Матфея 26 главе 52 и во 2 Коринфянам 10 главе 4 стихах. Поэтому, если христианин будет посажен в тюрьму за отказ брать оружие в руки, у него есть повод радоваться, ведь он страдает за исполнение заповедей Иеговы. А если власти Российской Федерации запрещают проповедовать по домам, распространять Библию перевода Нового Мира и собираться два раза в неделю в залах царства свидетелей Иеговы, противоречит ли это требованиям Иеговы? Нет, так как Иегова не запрещает проповедовать другими способами и не заповедовал пользоваться только переводом Нового Мира. Также он не требует собираться только в залах царства и обязательно два раза в неделю. Таких заповедей в Библии нет. Это заповеди руководящего Совета Общества Сторожевой Башни. Но приравнивать несовершенных братьев к Иегове было бы неправильно. Можете сравнить 2 Фессалоникийцам 2 главу со 2 по 4 текст. Там указана главная причина, почему такое происходит в сегодняшнем народе Иеговы. Поэтому в случае запрета проповеди по домам, можно использовать другие возможности для проповеди. А если запрещают перевод Нового Мира, можно использовать Синодальную Библию. В России она не запрещена. Да и собираться можно не два раза в неделю и не в залах царства. Альтернативные способы служения Иегове в условиях запрета разработать нетрудно, если есть желание сделать это. Можете посмотреть видео 4.14 и 4.18, кому интересно. Там как раз и говорится об этих альтернативных способах. Поэтому, если свидетель Иеговы будет посажен в тюрьму за нарушение запрета проповедовать по домам, использовать запрещенную литературу и собираться в залах царства, он страдает в этом случае за послушание руководящему совету, а не Иегове. Точнее, за то, что руководящий совет не считает нужным прилагать усилия, чтобы следовать совету Христа из Матфея 10 главы 16 и 17 стихов, говорящего об осторожности. Есть ли у свидетелей Иеговы повод для радости в этом случае? Решайте сами. А правильно ли обвинять власти Российской Федерации в несправедливости? Нет. Они имеют право наказывать свидетелей Иеговы за нарушение своих законов и не виноваты, что свидетели не считают нужным следовать советам Христа и проявлять мудрость. Напомним. Иисус говорил о счастье тех, кто преследуется за праведность. Это Он говорил в Матфея 5 главе с 10 по 12 стихи. А если служители Иеговы страдают потому, что повинуется руководящему совету больше, чем Иегове, и не проявляют осторожность, то он страдает не за праведность, а за то, что игнорирует совет Иисуса Христа из Матфея 10 главы 16 и 17 стихов. Смотрите также видео 4.19 о причинах ареста Денниса Кристенсена и видео 4.34 об отличии защиты на судах. Итак, власти этого мира имеют право запрещать свидетелям Иеговы то или иное. И для того, чтобы угождать Богу, нужно учиться отличать, где применять принцип из Деяния 5.29, а где полезнее применить совет Христа из Матфея 10 главы 16-17 стихов. Подзаголовок «Всевышний». В отличие от высших властей этого мира, Иегова назван Богом Всевышним. Он выше всех других правителей, как в этом веке, так и веке грядущем. Этот факт ясно показан в Псалме 82-19 стихе. Поэтому в Библии есть много примеров, когда Иегова демонстрировал свое превосходство над высшими властями по отношению к отдельно взятым мирским правителям и коалициям многих правителей. В исходе 14 главе с 26 по 28 показан случай этого превосходства над фараоном египетским. Также известен, например, разгром Иеговой, военного союза 31-го хананского царя и 33-х сирийских правителей. Эти истории записаны в Иисуса Навин 11 главе с 4 по 6, в 20, в 12 главе и также в 3-е царство 20 главе с 26 по 29 стихи. В конце этого века все правители мира дьявола будут уничтожены, а власть над царством человеческим по всей земле будет передана Иисусу Христу и Его небесным соправителям. Так решил и Иегова, и он непременно исполнит это. Согласно пророчеству из Данила 7 главы 13 и 14 стихов. Смотрите видео 1.23а. Звери символизируют не просто мировые державы, как учит общество сторожевой башни, а только те державы, которые использовал Иегова для своего народа. А ступни означают не англо-американскую державу, а смешанный режим тоталитаризма и демократии по отношению к народу Иеговы. Подзаголовок «Оставайтесь преданными Иегове всем сердцем». Впереди у служителей Иеговы непростые времена из-за приближающегося Армагеддона. Но есть и хорошие вести. После воцарения Христа при седьмой трубе и ухода на небо 144 тысяч народ Иеговы ожидают положительные изменения и дополнительное духовное питание. Основания так считать находятся в Откровении 11 главе 15 и 12 главе 14 стихах. Это даст возможность многим служителям Иеговы исправить свои ошибки, умереть в Господе и воскреснуть в миллениуме. Об этом говорится в Откровении 14 главе 1 и 13 стихах. Ну а почему Армагеддон никто не переживет, мы говорили в видео 1.51а. Не ждите, что ГОК или Россия создаст коалицию и подговорит 193 государства ООН, чтобы закрыть все ложные религии и напасть на народ Иеговы, как этому учит руководящий совет в этой и других статьях. Например, в статье Сторожевой башни за май месяц 2020 года в статье под номером 20. Этот прогноз не исполнится, так как он не соответствует Библии. Дьявол побудет Гога и Магога идти против святого народа Иеговы после тысячи лет правления Христа, а не в этом веке. Прочтите Откровение 20 главу 7 по 10 стихи или посмотрите видео 1.59. Все, кто всем сердцем останется преданным Иегове в последнем испытании дьяволом, смогут жить вечно в Царстве Бога. Как об этом сообщается в Откровении 21 главе 3 и 4 стихах. Чего и себе и всем дорогие друзья слушатели и читатели искренне желаем. И в конце напоминаем, что как всегда только что прозвучавший материал вы можете найти в текстовом варианте. Ссылка на него находится в описании к этому видеоролику. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok